Сняли, встали, все на молитву. Ручку положили. Андрей, Маша, стань, стань на молитву. На молитву все встали. Сняли, встали, все на молитву. Дай нам разуметь заповеди Твои, чтобы мы уникнули закон Твоей совершенный, ибо Ты заповедовал следовать Писанию, ибо они свидетельствуют о Тебе, о Господе нашем Иисусе Христе. Дай нам полюбить эти заповеди, Господи, от чистого сердца, чтобы мы это делали с желанием, Господи, чтобы не попали мы в вечности, в вечные мучения. Бат, но чтобы мы возлюбили Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением Своей и всей крепостью Своей, и получили Царство Твое Небесное. Пребудьте рядом с нами, Господи, управляй нам, вложи слова Твои в сердце, в разум и встанавший. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, смех прекратили, кто будет смеяться, будет стоять постоянно. Записали сегодня 630.06.2015 года. Я написал. Мы уже сегодня собрались в третий урок, называется «Заповеди Господни». То есть это мы изучаем Исход 20 главой, со 2 стиха. Что там описывается, когда Господь дал Моисею 10 заповедей, и Он дает израильскому народу 10 заповедей. Причисления. Исход 20 глава. Некоторые у нас сестры, младшие, они на занятиях не присутствовали. По другим причинам, которые ходили к Надежде Васильеву, еще куда-то. Братья были два урока идти. Но что-то один отсутствовал сразу, там, двое. И мы немножко повторимся, чтобы они тоже сестры услышали. И кое-что для себя что-то уразумели. Это Исход 20 глава, второй стих. Можно ручку? Тут плохо пишет, она не царапает. Держим. Исход 20 глава, второй стих. Наизусть. Кто заучил стих писания? Первый заповедей в 10 слоях. Кто мне говорил наизусть? Я, я, я. Ваня, голову подними, только не надо, так звонить. Давай, Нестер. Исход 20 глава, второй стих. Я, Господь, Бог твой, который убил тебя из земли египетской, из дома рабство. Да не будет у тебя других богов, тверь лица Моя. Садись. То есть, это первая заповедь из 10 слоях. А ее надо знать наизусть. Можете для себя записать, кто не записывал. То есть, в дальнейшем, можно даже выписать, потому что сейчас времени нету повторяться. Кто как записывает. Сход 20 глава, второй стих. Вот. И мы эту заповедь разбирали с братьями. Что включает в себя эта первая заповедь? Что значит, я Господь Бог, да не будет я других богов? То есть, мы должны узнать, кто наш Бог, Творец, то есть, имя Ему, есть свойства у Бога. Одно из свойств, это Творец, то есть, наш Создатель. Что от нас Он хочет, и что Он нам обещает в будущем. Апостол Иоанн так сказал, обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. То есть, человеку Господь обещал жизнь вечную. Но, есть одно но. Если Он при жизни исполнял заповеди Господни, то есть, вникал от закона Его совершенно, день и ночь написано. То есть, любил Господа Бога Своего, о чем сейчас в своей молитве говорил, стих Писания, это Марка 12 глава 30 стих. Что возлюбил Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой Твоей, всем разумением Твоим и всей крепостью Твоей. То есть, наипервшая, наипервая любовь, это Господу Богу. Наипервая любовь. Потом уже, какое мы стих Писания с Вами для заучения записывали, кто помнит? У кого записано? Вы внимательно слушайте, что мы записывали, Тимофей. Как это надо? Господу любить более кого больше? Записывай с Вами. Давай, Андрей. Матя, мать и сын, и дочь. Где это написано? Можно я зачитаю? Давай. Матфея 10 глава 37 стих. Кто любит отца или мать, более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь, более нежели меня, не достоин меня. Ну-ка, встал. Андрей. Встал. Кто тебе разрешил смеяться? Здесь Слово Божие слышится. Надо благоюбейно сидеть. Господь говорит, презвенно кого? Наотрепещущего перед Словом Моим. Всякие оговорки прекрати. Прекрати. Садись. Сиди молча и слушай. Ты же мало чего запоминаешь. Тем более, плохо пишешь. Тебе надо все сразу схватывать на лету. Иначе ничего не запомнишь. То есть понятно? Марка 12, 30 стих. Как надо любить Господа Бога. И Матфея 10, 37. В это все включается первая заповедь. Что значит возлюбить это? Я Господь Бог Твой, да не будьте других богов по лицу Моим. То есть мы в дальнейшем сейчас будем вторую заповедь разбирать. Не создай себе кумира. Не сделай. Вот. Что еще? Мы узнали о Боге нашем. Из первой заповеди, которую я включил. Кирилл. Что мы на прошлом занятии узнали? Вы там рисуете, я смотрю, сидите. На прошлом занятии что мы узнали? Какие свойства у Бога есть? Свойства у Бога есть. Он может наказывать. Наказывающий. Наказуемый, любящий. Любящий. То есть Бог есть любовь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Садись, садись. Другой кто дал? Милые читатели. Нет, подожди. Кто помнит это именно на память? Зачитайте. Я помню. Арсений, помнишь? Страшный, сострадающий. Вставай. Вставай, вставай. Страшный, сострадающий, милостивый, любящий. Давай, Ваня, дополняй. Наказывающий. Доставай, вставай. Милостивый, долготерпеливый, щедрый, прощающий, гневающийся. Какой гневающийся? Вчера это написали. Наказывающий. Наказывающий было, да. Какие еще свойства? Вот то, что Кирилл не мог выговорить. Он мудрый. Премудрый. Премудрый. То есть все с большой буквы. Премудрый Бог. И мы зачитали места описания, где об этом говорится. Зачитали вам именно. Девочки, вам повторить это, где места описания, где описываться вкратце, чтобы вы могли записать, кто может. Мы потом перепишем. Или перепишите потом. И что еще в эту заповедь у нас включается? Что Бог у нас троичен. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Где это написано? Сеи три суть едино. Мы записали этот стих в Писании. Не записано, что ли, у кого? Первое Иоанна 5,7. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. Иссеи три суть едино. Первое Иоанна 5,7. Это вам, как православных христианам, надо точно знать. Стих Писания. Вообще, на Троице не доказывается. Но примерно можно сказать определенными местами Писания. Где-то написано. Сегодня я записывал исход ИССХ. ИСХ сокращенно. Двадцатая глава. ИСХ. Точка. Двадцать двоеточие. То есть точка-точка. Внизу вверху. Потом с четвертого по шестой стих. Четыре тире шесть. Четвертый. ИСХ сокращенно. Двадцатая глава, четвертый по шестой стих. Тире. Кавычки внизу. Две кавычки открылись. Записываем. Не делай себе кумира. Не делай себе кумира. Я буду помедленнее, потому что мы еще все успели. Не делай себе кумира. И никакого изображения. Не делай себе кумира. Тимофей, успеваешь? Кумира. Кумира. И никакого изображения. Изображения. И никакого изображения того, после того, запятая. Не делай себе кумира. И никакого изображения того, что на небе вверху. И что на земле вверху. Запятая. И что на земле внизу. И что на земле внизу. Никакого изображения того, что на небе вверху. После верху запятая. И что на земле внизу. Запятая. И что в воде ниже земли. И что в воде ниже земли. Точка с запятой. Сначала зачитаю. Это еще не окончание. Но еще дальше продолжим. Просто для тех, кто отстает. Не делай себе кумира. И никакого изображения того. Запятая. Что на небе вверху. Запятая. И что на земле внизу. Запятая. И что в воде ниже земли. Точка с запятой. Не поклоняйся им. И не служи им. Не поклоняйся им. Это уже другой суть. Нет. Это все один идет. Не поклоняйся им. И не служи им. Два раза им. Не поклоняйся им. И не служи им. Два раза им. Ибо. После им запятая. Ибо. Дальше идет. Три слова. Подряд с большой буквы. Ибо я. Господь. Бог твой. Я с большой буквы. Господь. С большой буквы. Бог. Бог. Тоже с большой буквы. Твой уже с маленькой. Ибо я. Господь. Запятая. Бог твой. Запятая. Тимофей не успеваешь? Нет. Где слова есть? Изображение того. Изображение того. Что на небе вверху. Запоминай сразу. Что на небе вверху. Ибо я. Господь. Запятая. Бог твой. Запятая. Бог. С большой буквы. Ревнитель. Бог. Ревнитель. Запятая. Ревнитель. Что после? Нет. Ревнитель с маленькой. Что после я. Господь. Я. Господь. Запятая. Бог твой. Бог. С большой буквы. Бог. Всегда с большой буквы. А что дальше? Бог. Ревнитель. Запятая. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Ненавидящих меня. Меня с большой буквы, то есть Бога. Ненавидящих меня, и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Меня с большой буквы, мои тоже с большой буквы. Господь о себе говорит. Творящих милость до тысячи родов, любящих меня. Ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Мои с большой буквы. Тимофей где закончил? И что в воде ниже земли записал? Напиши. И что на земле глазу записал? В воде ниже земли. А что после тысячи родов? Кто записал? Так. И творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. И творящий милость за тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Я года три назад проводил занятия, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Мои с Башевиком. Года три назад проводил занятия с Ваней другом, Нестором. Нет, Вани не было. Нестором, просим было. И просто коротко записал, не делай себе кумира. Но Игнать наш сказал, полностью записывайте свои заповеди. Почему? Потому что здесь все идет. Что Бог венитель, Он оказывающий за Нему Отцов. А чего в Кровении? Ну окей дальше, что Бог венитель записал? Да. Истором, не поклоняйся Ей и не служи Ей. Не поклоняйся Ей и не служи Ей. И соблюдающих заповеди. Запады иди мои, мои душевники, все, точки, западочки закрылись, вторая вот такая. А первый запад начинается со второго стиха, заканчивается три. Василиса, ты успеваешь, нет? Нет, а где закончилось? Мы служили, ибо я Господь, я в вашей руке, Господь в вашей руке, Бог твой, Бог тоже в вашей руке. Ибо я Господь, я где закончилось? Третьего и четвертого рода. Чертого рода, запитай, ненавидящих меня, меня западите. Ненавидящих меня. Слушай, все записывай. Снова записывай, все записывай. Ты запад здесь, ты должна знать, что он здесь. А вот ненавидящих меня, и что дальше? Ненавидящих меня. Вот это, и творящий милость, и творящий милость, и творящий милость, до тысячи родов, любящих меня. Ненавидящих меня, и творящий милость, до тысячи родов, любящих меня. Ненавидящих меня, и соблюдающих заповеди мои. Ненавидящих меня. Ненавидящих меня. Ненавидящих меня. Это могло, и закрылся fetch' Continuing. Я rabbit. Нам поверьти мне. Не поклоняйся и не служии ему. Записал. Да. Тогда всё. Ибо я Господь... Я с большой бухой... Господь с большой бухой... Я... Отдельно потом Господь, , , , До я сказал. Я с большой бухой .... Господь и субедами... Вика! 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 Тихо! Разговоры все! Вика! Вика! На перемене! Наказывающе! Наказывающе детей за вину отцов! Наказывающе детей за вину отцов! Ибо я, Господь, Бог твой, Бог твой, Бог и нашу Бог твой! Прося, ну-ка сядь прямо! Не, прося, сядь прямо! Что за плычка крутится назад сидя? Убери! Убери! Заучила этот стих писания! Это вторая запись, которую надо знать! Вика! Вика! Ну сядь прямо! Сядь! И там телефон! Пересядь ко мне сюда! Сюда ко мне пересядь! Это стих писание надо выучить? Да, это вторая запись, которую надо знать не могу! О-о-о! О-о-о! Ножки мы увидели! О-о-о! Спать охота! О-о-о! 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 Подъем! За водой пора подъем! Подъем! Тихо! Паша, что за разговоры? Ваня, голову подвини! Ты пить хочу! Пить хочу! Пить хочу! Можно попить хочу! Быстро! Сиди! Мам! Не рисует! В туалет! В туалет! Пить! 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 Ты в кого списываешь? Так! Тарас! Чего ты развалился? Убери ноги! Паша, сядь прямо! Не делай себе кумира написанного! Кумир! Что это значит? Это то, что превышает... Это идол! Тихо! Рты свои закрыли! Я вам не говорил ничего! Кумир это то, что превышает... Именно выше Бога стоит человек! Это может быть человек! Как ты правильно заметил! Певец там! Или какой-то там актер! Это мой кумир! Это само значит, что ты выше Бога поставил этого человека! Это может быть какое-то изображение! Какое-то изваяние! Как это было особенно в давние времена до принятия христианства в мире! Это может быть что угодно у нас! Что превышает именно выше Бога мы ставим! Это может быть наша работа! Например, человек работает в воскресный день! А Господь говорит 6 дней делать для себя! А седьмой посвяти Богу! То есть ты не должен в этот день работать! А ходить в храм! Посещать больных там в тюрьмах! В благовествах! Добрые дела какие-то делать! Видите, что он говорит? Что нигде никакого изображения! Очень много сектанты, которые находятся вне церкви Они об этом говорят! Что? На наши иконы показывают! На священное изображение, которое называется в Библии Священное изображение! Они называют это идолами! А Левит 10.10 Паша, слушай внимательно! Написано! Отличать чисто от нечистого! Понимаете? Отличать надо! Из... Как там еще? Сейчас... Посчитаем! Сразу! Что-то знаю! Левит 10.10 Чтобы вы могли отличать священное от несвященного! И нечистое от чистого! То есть, есть священное изображение! А есть идолы! Вот здесь отличие надо иметь! У сектантов этого нет! Они сразу называют икону на Недолу! Почему? Потому что написано, что не сделал никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу! А в 25 главе Исход, в этой же книге, тихо, разговоры прекратили! Молча все делали! Переписывали! Написано, что Господь повелевает сделать херувимов! Что Господь ошибся! Он уже в 20 главе тут написано! Моисею повелел сказать, не делай никакое изображение! То, что в храме, это священное изображение! А то у нас, как в Новозавете сейчас, святые есть! Раньше там были херувимы, пальмы... И одно из качеств, что мы вчера выделяли у Бога свойства, это Бог-венитель! Это исходило в 25 главе и в 5 стихе! Он Бог-венитель! Он ревнует! Он также признает каждого из нас ревноват! По его заповедям! То есть, были пророки... Подними голову, Паша! Паша и голову подними! Были пророки, которые... Ветхозаветные... Которые даже... Ради того, что... Нарушается запад Господний... Четвертый... Помню День Субботний... Пророк даже... Один бороды вырывал другим... За то, что они... Пытались на уши чудеса! Он ревновал об этом! И апостол Давид говорит... Ревность моя не дает по дому... По дому Господню! Ревность моя не дает! То есть, как у нас... Благовейнов в храме стояли... За семь минут до молитвы стояли... Прислушивались... Почему за семь? Ну так поставили... Семь это вообще... Толмота Божья! Семь дней! Ну я тоже... В храме семя... Это... Это... Это Господне число! Семьерка! А шестерка... Так за дворки катились... Сидим заучим... Кирилл... Я сказал заучить... А не рисовать! Уберите все из них! Кирилл! Я стал убрать! Вам задание дано! Что? Тимофей Дея становится! Я зашел Бухой! Бог ревнитель! Бог зашел Бухой! Твой... После Твой... Забытая... Бог ревнитель! Забытая... Наказывающий! А потом пора тебе бьется по написанию! Понятно всем вторая заповедь? А что дальше? О! Андрей переписывай... Ведущий... Меня... Я... И... Что? Види... Видящих... И... Меня... Ненавидящих... Меня... Ненавидящих... Меня! Вашу Богу! И творящий милость! И творящий милость! Плохо! Лера! Ты все успел записать? Угу! 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 Ты все сиди! Ты рисуешь! Ничего рисовать не надо! Простя, ты запомнила, что я запомнил? Угу! Ну расскажи! Угу! Исход двадцатая глава, четвертом шестой стих! Не делай себе, кумир, никакого изображения того, что на небе и верху, и на земле внизу, и в воде ниже земли! Не поклоняйся и не служи им! Ясно! Куда? Твоя Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за него отцов и до третьего и четвертого рода! Творящий милость за тысячи родов, любящих меня и исполняющих заповеди Мои! Пошли, пошли! Садись! Почему она заучила? Потому что мы это все заучили! Года два назад! То есть мы знали вот девять заповедов блаженств, мест в Писании больше десятков! А еще двадцатая глава, четвертого по шестой стих! Не делай себе, кумира, никакого изображения того, что на небе и верху, ни того, что на земле внизу, ни то, что на свадьбе. Садись, повторяй! Пошли! Пошли! Паша, зови себя сегодня! Ваня, выучай так быстро! Я не люблю тебя! Ваня, что ты делаешь? Большой! Ногу себя закапываю! Кого делаешь? Ногу? Еще даже первый запах! Да я пить хочу! У меня вообще все в городе пересохло и горло болит! Терпение, спасайте души ваши! Терпение! 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 У кого есть вопросы по второй заповеди, Оливия? Что ты там рисуешь? Какая большая! Давай, задавай вопросы! Что тебе не понравилось? Почему такая большая? Это вопрос уже не ко мне, почему такая большая! Давай, говори! Ну вот тут написано, что нельзя делать себе никакого изображения! Иконы объясняются! А как иконы объясняются? Иконы объясняются! Вот, например, в сектатах я вам начал объяснять, но как-то избился, потому что смотрю и не слышали! Написано, что, вот, например, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху! Что у нас на небе вверху есть? Солнце! Солнце! Я сейчас выведу тебя! Солнце! У нас звезды! Солнце! У нас звезды! Что еще? Облака! Облака! Что еще? Небо! Птицы! Вода! Кирилл! Что? Ну что? Горе конкретного! Что вода? Облака! Уже сказали! Даша, что? Небеса! Птицы! Космос! Ветер! Земля! Земля! Какая земля? Облака! Небо! Солнечная система! Освещение! Да, вот! Что еще есть у нас сверху на небе? А, какую землю? Облака! Облака, тучи! Планет! Пронечная система! Рай! Планета, звезды! Рай! Ну давай вместе! Всем привет! Что у нас еще есть? Херувимы, Серафимы, Ангелы, Архангелы. Херувимы, Серафимы? Конечно, на небе они есть. На небе. Она ко мне лезет. Кто лезет? Ксюша. Я есть Ксюша. Хватит. Все, садись, Андрей, садись. Мы сейчас перечисли, что есть наверху, да, именно на небе. Так. Земля. И что на земле внизу? Ну, здесь перечислять нам не хватит. Деревья, кусты, трава. Все, все, не надо пошлить. И что в воде ниже земли? Это тоже понятно. Там тоже не перечисли. Почему коси динозавров? И написано, слушай, Даша, не поклоняйся им и не служи им. То есть, если так разбирать, если, как говорится, узко смотреть на этот вопрос. Андрей, сиди, просто слушай пока. То мы скажем так, что именно иконы, они попадают именно в этот разряд. Но это не так. Открываем исход, двадцать пятую главу. Сейчас я его зачитаю. Здесь Господь повелел, сказал, никакое изображение делай. Где? Исход двадцать пятая глава. Исход двадцать пятая глава, семнадцатого стиха. Исход двадцать пятая глава, семнадцатого стиха. Господь повелевает Моисею. Сделай та же крышку, исход двадцать пять, семнадцатого. С семнадцатого, сейчас дочитаю и ты увидишь. Примерно до двадцатого, до двадцатого стиха, семнадцатого по двадцатого. Сделай та же крышку из чистого золота. Это делал ковчег. Длина его два локтя с половиной, а ширина его полтора локтя. И сделай из золота двух херувимов, чеканной работой. Сделай их на обоих в конце крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. То есть здесь в двадцатой главе Господь повелевает не делать никакого изображения, а здесь Господь повелевает именно сделать уже херувимов. Кажется, даже немножко разногласия. Вот имеется, есть левит, я вам зачитал, десять-десять. Есть святое, есть не священное, а есть святое. А есть чисто от нечистого, в отличие от него. Вот это иконы, это изображение означает. Иконы, это по-дречески. Та же написана в языке, или в сорок первой главе. Там полностью посвящена, там в семнадцатом стих говорится, что в храме было, начиная снизу до потолка, все было в иконах. То есть в священных изображениях. То есть есть святое, а есть не святое. Вот в чем эта разница? Что-то еще непонятно осталось, или еще что-то надо дополнить? То есть мы, Слово Божие, должны рассматривать во всей полноте. Не просто один из своих писаний братьев, и братьев это за истину. А именно все Слово Божие. Исход двадцатый главный говорит, не сделай, а двадцать пятый говорит, сделай. Иван Левит 10.10 привел, что есть священное изображение, а есть не священное. Иконы, они подпадают священное изображение. А? Они как вчера поищем. Ну здесь сейчас пока не будем искать. Ну давайте. Я белый. Я белый. Я белый. Я белый. Я белый. Я не искал. Все, никто не будет теперь читать. Так, тихо, стой. Вы уже искали. Кто хочет посидеть? Я не искал. Из-за этого девочек поискать. Я. А это как? Я. Я назову главу. Открываешь игрушку. Да, ну подойдите. А можно я? Вон, вон Библия лежит. Только аккуратней с ней. Тихо, тихо. Какой-то раз. Тихо, тихо. Я первый. А можно? Я первый. А куда это? Тихо, пусть. Я знаю, как искать. Тебе ничего не сказали, как искать? Он уже знает, как искать. Передай ему нам. Я знаю, как искать. Сестрам нашим. Нет, надо этого делать. Я же еще не назвал книгу. Че ты ищешь? Еще наглядешь? Открываем книгу Языкииля. Она содержание открылась сперва. А, я не буду здесь. И там указана страница. Паша, повернись туда. Языкииль, 41-я глава, 17-я стиль. Книга Языкииля, пророка. Ветхозаветная книга. Языкииль. Кто быстрее? Андрей Лилия. 41-я глава, 17-я стиль. Каким ты пальцем так? Глава какой стиль? 17-я. Можешь громко и часто зачитать. Отверх от дверей, как внутри храма, так и снаружи. И во всей стене округом, внутри и снаружи были резные изображения. Отверх от дверей, как внутри храма, так и снаружи, и во всей стене округом, внутри и снаружи были резные изображения. Что за разговоры, когда Слово Божие читается? Когда Господне, это Слово Божие, это Слово Господне, перед этим надо умолкнуть сразу, трепетать. Потому что это Бог, Он ревнитель. Он будет, если ты, написано в притче 28-9, отклоняешь ухо свое от слушания закона, то есть ты не слушаешь, просто сидишь. Того и молитва мерзость перед Богом. То есть Он не примет твою молитву, за мерзость посчитает. Выбойтесь Бога, начало мудрости, страх Господний, в плече 1-7. Паша, подними голову. Все касаются. Когда какой-то, либо кто человек читает стих Писания, другие должны замолкнуть сразу. Так говорит Господь. Все пророки начинали, так говорит Господь. И весь народ сразу израильский трепетать начинал. Выбойтесь Бога. Господь говорит, что на кого вы полезли? А тот, кто трепещет перед Словом Моим, вот на кого вы полезли. Кто любит Слово Мое, кто соблюдает Мои заповеди, Господь постоянно в Новом Завете тоже об этом говорит. Питом, Иван Григорьев, 12 глав, 48 стих. Это Слово Божие будет нас судить, что почему мы его изучаем. Что оно нам не только дает здесь жить, как мы должны жить по заповеди Слово, но еще будем отвечать по этому Слову, на Суде Божьем. А как ты отвечаешь, что ты его не знаешь и нарушал ощущение жизни своей? Вот Иван Григорьев, 12, 48, Господь говорит, отвергающий Меня и не принимающий Слов Моих, имеет Судью себе. Слово, которое я говорил, оно судить его будет в последний день. То есть Слово Господне вас будет судить в последний день. Святая Григорьев. Как будет в последний день? В последний день, это когда мы все воскреснем на Суд Божий. Все полностью. Кто жил на земле? Даже Гидрю? Все, почему? Все. Написано все. Ибо всем нам, 2 Коринфянам 5,10 написано, ибо всем нам должно явиться в пересудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, добрый или худой. Можно вопрос? Ну что-то непонятно, смотрите. Вроде я слышал всегда, что только человек умирает, он сразу попадает на Суд Божий. Бог его судит, куда он попадет, либо в ад, либо в рай. Или другие говорят, что когда человек умирает, он потом воскресает уже в конце мира только и попадает на Суд Божий. Слушай внимательный ответ. Когда человек умирает, его определяют ад и в рай. Это правильно. Это называется частичный суд. А будет все общее воскресение, то есть все воскресные. Все, кто умер уже, все, кто еще будут живые здесь, они тоже написано, что будут именно праведники воскресены, то есть вознесены вернее. То есть все воскресные. Те, кто был в аду в раю? Все, кто был в аду, в раю, все предстанут на Суд Божий. Но написано, что праведник не придет, но он там будет, они присутствуют, только как свидетели праведников. Они уже не будут осуждены. Это Сталин, Путин? На суд встанут только те, кто именно осужден уже. Именно там будут разбираться все дела. Вот в Откровении, в 20-й главе, я сейчас вам зачитаю. Кто может открыть 20-ю главу Откровения? Последняя книга Библии. Откровение 20-й глава. Последняя книга Библии. Это новая листья? Да, новая. Воскресенье. Я сейчас с самого конца сразу. Только аккуратно с Библией, аккуратно. 20-я глава. В стихе Писание написано. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем. И увидел я великий белый престол. Громко читай. И увидел я ангел. Как, подозрелся ангел. Нет, нет, я не с первого стиха сказал. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем. Ищите. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем. От лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты Библией. Были? Были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвыми по написанному в книгах. Сообразно, с делами своими. И дальше почитай еще 13. Тогда отдали море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Все. Вот ответ, Ваня, на твой вопрос. То есть все воскреснем. И написано, что и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. То есть те, которые были осуждены уже все на ад. И судим был каждый по делам своим. То есть когда человек умирает, он получает на один частичный суд. Он уже определяется ад и рай. А будет всеобщее воскресенье. Когда уже все. Будет второе пришествие Христа на землю. И все мы воскреснем. Все, кто во гробах сейчас, кажется, их в черепу уже съели все это тело. Господь воскресил. Только уже в обналенных телах. Душа-то бессмертная. Зомби будут. Какие зомби? Ну что ты за глобости говоришь? Что ты за лобов? Может, посидел? Как это так будет? Господь, ну как дело? Смотрите, простое чудо. Слушайте, понимаете. Простое чудо. Наш дядя Игорь Барабаш каждый год садит зернышко в землю. И это зернышко, если оно не распадается, оно не даст плода. Если оно останется целое, оно плод не даст. Вот это тоже чудо. Оно распадается и только тогда дает плод. И выставят из него 30-60-100 кран. Какой смысл заново судить, если же вы уже насужден? Душа-связь. Всеобщая. Это ты вопрос задаешь уже. Надо Господь определить. Он так определяет. Не мы себе назначаем. Он сказал, например, в том же апреле, не делай свеку мира. А ты скажи, а вот почему? Они задаются вопрос, почему. Бог повелевает, ты должен сделать. Вот мы в лагере вас научаем по велению. То есть повиноваться старшим без всяких оговорок. Старший пошел, сказал вот это сделать. А ты начинаешь рассуждать. А почему? А почему я именно, Анибас, а там не Тимофей? Понимаешь? Не надо здесь и говориться. Мы вас к этому послушанию приучаем. Через это послушание вы научаетесь к послушанию Богу. Бог повелел, и все, ты должен исполнить. Например, Бог повелевает, возлюби ближнего своего. Да он же меня бьет, колотит, у меня отзывает. А Бог ничего не говорит об этом. Он говорит, полюби. Возлюби ближнего своего. Как самого себя. Ты же себя любишь. Ты плоть свою лелеешь. Также люби ближнего. То есть не ударь его. Ты же не хочешь, чтобы тебе глаз кто-то выкнул там. Кто-то тебя побил, чтобы ты синяками ходил. Вот этого не хочешь. И другому этого не желать. Если ты желаешь, чтобы тебя колотили, бей, другие значат. И это тебе все будет возвращаться. Луки 6.31. И как хотите. Кто знает наизусть? Нестер, давай говори. Луки 6.31. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, чтобы вы поступайте с ними. Все. Вот в этом написано в другом месте описания уже. Это Луки 6.31. А Матфея написано, что в этом есть законы пророки. То есть то же самое стих Писания, только уже дополнение идет. Идет там закон и пророки. Что тебе, Кирилл? Давайте дальше искать. Я говорю тебе, поищи, читай. Давайте. Вот какое. Кто там что-то говорил? Я хотел спросить. Ваня, тебе ответили на этот вопрос? То есть Бог повелевает. Частично происходит после каждого, как человек умирает. А будет всеобщее воскресенье. То есть Господь будет всеобще. И там уже читаем 14 стих в книге Откровения. Вот это же 20. У кого открытого? Глава Откровения. 20 глава Откровения, 14 стих. Виктория. Вика, хватит спать. Тихо. Вика, сиди, слушай. Будет стой. Нестор, стой. Сиди. Я не могу попить. Сиди пока. Иди пей, сейчас скоро пойду. Открыли? Читать, да? Да, читай. Смерть и ад повержены в озеро Огнанное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огнанное. То есть это уже смерть вторая. То есть человек там уже определяется вместе с сатаной, с демонами. Человек, который, говорится, не жил для Христа, для Бога, а жил только для себя, который не желал исполнить, даже противился западе Господе, он будет вместе с сатаной, его демоном и мучиться в вечности. Вечно, нескончаемо. То есть нет такого очищения, как у католика там очищается душа и так далее. Там через сколько-то лет она там тысячу или миллион лет она будет помилована. Нет. Слово Божие говорит, что ты будешь навечно туда. Навечно. То есть у нас здесь даже при жизни что-то заболит, нога, рука, там зуб. Мы уже, говорится, взываем, готовы что угодно съесть, лишь бы у нас ничего не болело. А там будет вечное мучение, нескончаемое. Почему? Потому что человеческая душа бессмертна. Тело будет нетленное дано человеку. Нетленное. Она не будет умирать. Она будет постоянно мучиться и мучиться. О чем Игнатий сегодня приводил. Мотовилова, который Господь попустил, что у него вошел бес. И он испытал, что такие адские мучения. Вот это червь его неувидающий. То, что вы видели в бежавшей из-за га. Фильм. Когда смотрели. То есть все это будет реально. И всему этому двигателю это вера наша. Паша, Паша, подними голову. Встань вообще. Встань. Охладись немножко. Встань уже. И постой. Не надо опираться. Стой. Нет, 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 нет. Мало что-то не охладить. Мне тоже очень. Но я же с вами беседую. У кого еще какие вопросы есть? Именно по второй заповеди можно по пьеду. Можно я слышал такое выражение. От кого-то кто-то мне это говорил. То, что спасутся столько людей, сколько вот когда костер горит. Искрой от него отлетает, столько людей спасутся. Такого нет выражения. Кто-то такой горит. Знать, что сколько падших ангелов упало, столько будет именно взято на небо людей. Но это только предположение. На самом деле Слово Божие умалчало. А сколько их упало? Третья часть. А сколько третья часть? Не тоже не сказано. А ты не дайте, это Слово Божие. Третья ангел. Садись, Паша. Почему? Давайте еще поищем. Ну все. На этом тетрадке, по Слову Божию, заканчиваем. Сдаем. А там будете по музыке измениться. Все, давайте достойно попробуем. Памбачка. На, все. Вы сейчас по музыке издавайте. Вы записывать будете. Зачем, Таня? У меня полностью нет. Сдаешь, ручки. Ручки-то не надо. Ладно, все. Все, Кирилл. Зависки. Ладно, поем достойно. Достойно. Зависки. 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 Воспитатели. Та же. Да и нам во всем мудрости. И чтобы мы, Господи, тоже помнили, что строк будет суд с начальствующих. который наставлял, вразумлял других людей. Прибудьте рядом с нами в течение этого дня. Тебе хвала за всю честь и поклони Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.